Реальная проблема, когда работаю в Италии, соответствовать. Общий уровень проектирования неизмеримо выше, уровень нормы и требований намного выше, и ожидания от тебя, конкретно именно от тебя, вот прямо сейчас. Но, короче, возьми и вырасти в моменте. Ну или вообще, нафиг ты здесь такой нужен? Эта идея не оставляет меня, когда я работаю в Европе. Лечу ее различными штуками, вот одна из них. Короче, что я делаю? Сначала уровень ожиданий от меня. Ну, посмотрите в эту книжку, глянем. Теория дали архитектура. Покупал в Пезеро такую радость. 15 евро на распродаже. Ну и вот если просто пролистнуть, вот таким образом, тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын, вот это водные. Вот это водные, с которыми постоянно работаем. Это просто ты должен знать, иначе ты глупый. Это все знают, но от тебя ожидается. Ну так, конечно, не надо, но ты можешь. Почему нет? У тебя же много времени и сил. Сложно, да, сложно. Конечно, понимаю, сложно. Но можно, например, не спать. Но если ты хочешь это, ты можешь спать. Сам понимаешь. Зачем тебе это все? Архитектура это очень сложно. Проектирование это не для всех. А в мозгу такие мысли. Как это можно догнать? Как это можно понять? Как это может быть вообще проектной реальностью? Понятна ли моя проблема? Пишите в комменты. И вот в свой выходной я бегу в Пезеро на вокзал. Иногда сделаю себе бутер из сальсичи. Иногда термос с кофе. Чтобы пленер был максимально бюджетный. Из Болонии Чентрали в Пезеро можно доехать за тридцатку. Тридцатку. Тридцат два евро. Первый класс. Но первый класс можно найти за 18. А второй класс вообще 11. Первый класс, конечно, круче. Wi-Fi, все дела. Кресло. Супер. Но второй класс тоже нет проблемы. Ехать два часа, поэтому ты можешь ехать и скетчить. Ну вот как я, например, в восемнадцатом году. Если посмотрим на местность, где проходит эта поездка. Вот Пезеро, вот Болония. На Трена ехать два часа двадцать минут. На машине час сорок шесть. И на автобусе час пятнадцать. Сто сорок девять километров. Тут Милана, тут Венеция. В Милан по этой дороге частенько катаюсь. И это восемнадцатый год, семнадцатый февраля. И тогда я основательно напирал на изучение пера. Пера-звездочка, конечно. И уже использовал эту штуку. Каллиграфиин, Квинзер и Ньютон. Но делал с этим странное. Я вот эти вот чернила, вот эту тушь, наливал в банку от чернил Кахинор. Дальше видео вы поймете почему. Ну, это странно, но это работает. Перед поездкой делал себе яичницу с сальсичи и с перчиком. Кому интересно, что такое сальсичи, погуглите. Это она в сыром виде. Такие свиные колбаски. Невероятные вкуснятина. Двигал с вокзала Пезара. Вот он такой, очень простой и симпатичный. Иногда вот здесь в баре подкрепляется кофе. От моря в центр. В благословенную Болонию. Приезжаю сюда на пьяцца Дельна Медаля Доро. Например, вот эта структура. Смотрите, как превосходно. Коняшки и лестничные марши. Сумасшедшие крутые. Двигаю отсюда прямо в центр Болонии. Конечно, главным башням пить кофе. Шикарные, огромные. А потом на пьяцца Маджоре искать место, где бы порисовать. Рисовать решил Палаццо де Акурссио. Вот эту структуру. Засесть удобно удалось вот сюда, напротив. Но это постоянная проблема. Ищешь не только что рисовать, но и где встать. Или сесть. Потому что тебе нужно полчаса, может быть час. Может быть меньше, может быть больше. И это должно быть для тебя удобно. Если будет неудобно, ты не сосредоточишься на рисовании. А я люблю обычно еще взять кофе. И чтобы у меня в лист не сильно пялились. Много требований. В Болонии как всегда весело. Парочки танцуют. Я смотрю на них, радуюсь. Вспоминаю Питер. Совершенно невероятные ощущения. Сначала, конечно, двигаю к башням. То сейчас вот эта штука глубоко пьется на тебя. Да, когда стоишь там, поначалу подойти страшно. И вот эта штука. Они нависают над тобой. Вообще не надо. Но привыкнуть можно. Площадь со всех сторон очень симпатичная. Я место выбрал и очень доволен. Удалось устроиться на ступеньках. Вид вокруг прекрасный. Вроде никто за спину не заходит и не заглядывает. В ушах наушники, чтобы абстрагироваться. В руках ручка Бенелли. Я делаю первый скетч. Вот этого домика. С уверенностью в том, что я буду дорабатывать его позже. Когда приеду в Пезеро. А вот тут уже повернулся в другую сторону. Рисую эти великолепные детали. И смотрите, что у меня на листе. Это очень любопытно. Это банка Кахинора. Туда залита тушь Виндзор. И все это помещено в масленку. У масленки есть прищепка. И вот таким образом эта масленка, тушь с прищепкой. Работают в практических условиях. Скетчинга. Позади меня рюкзак. В руке первозвездочка с советским держателем. И какой-то альбом на пружинках. Это то, что я успел набросать за то время, пока скетчил. Я, скорее всего, заканчиваю с мыслью, опять же, закончить все в Пезеро. Система такая. Беру перо, макаю сюда. Чернильница в масленке. Масленка на прищепке на альбоме. И достаточно удобно. И рисую на листе. То есть могу рисовать. Могу сидеть. Могу стоять. Не нужно особо раскладываться. Рисуешь пером. Обмакнул. Рисуешь пером. Ну, конечно, нужно следить, чтобы не облиться. Но зато все преимущества пера с тобой на планере. В удобном скетчевом режиме. Радость, которую я рисовал. Я думаю, там наверху какой-то кардинал. Какой-то папа. Кому не лень, посмотрите. Напишите в комментариях. Написано Дибус Петрониус. Но что это к чему, я, честно говоря, не очень понимаю. Саму фигуру рисовал очень условно. Больше сосредотачивался на архитектурных деталях. Нужно было понять, как эта эстетика сращивается по-быстрому. И как работают с ней вот эти вот стрельчатые окна. Стрельчатые арки. Наверху вообще крепостные зубцы. Как в Кремле. Кремль тоже построили итальянцы. И немножко атмосферы. То есть, почему я сидел в наушниках? Потому что там постоянно колотили. Были какие-то выступления. Кто-то танцевал, кто-то пел. Кто-то делал такой джемсейшн на ударных. Там-тамчики. Народу немерено. Постоянно толкучка. Огромное количество людей хотят приехать в Болонию. В Болонию прекрасно. Смотрим, что получилось на момент наброска. Вот мое пиро-звездочка. Вот масленка. Вот банка Кахинора. Но туда налита тушь Бинзор и Ньютон. Очень условно накидал фигуры кардинала. Ордер колонн практически не прорисовывал. Потому что мне нужно было пропорциональное соотношение между большими формами. Меня завитушки интересовали меньше, чем расстояние между объектами. Пытался понять, как эти ребята работают с массами. Сами понимаете, это в последнюю очередь декоративная история. Человечка для понимания пропорциональности. Совмасштабности. Как видите, просто намечаю форму. Сейчас уже вижу, что во многих местах она ошибочна. Но так для того и скетчевая практика. Так, по-простому окунный проем, но у него есть толщина и масса. Так, по-простому скульптурная история. Она акцент этой структуры. Что-то набрал в арочных пропорциях явно. Был уверен, что буду доделывать, когда приеду в Пезеро. Но в Пезеро, как всегда, времени на это не хватило. Снова пришлось окунуться в работу по уши. Что и есть счастье. Для чего я это все и делаю же. Дальше снова терминал. И думаешь, или Пезеро, или Венеция. Или Пиеченце, или Рома термине. Что тебе интересней? Но кажется, я выбрал Пезеро. И скорее всего, или 18 евро, или 11 евро. Такая вот моя типичная художественная практика в Италии. Для того, чтобы догнать этих ребят. Есть дорожки попроще, которые объясняют логику. Но есть то, что немножко находится за гранью. И моих возможностей понимания в том числе. Слава богу, я присутствую в этом контексте. И все время пытаюсь его себе прокачать. Как я прокачал, что понял. Как этому научиться. Уроки в описании к видео. А тут куча крутых прилейлистов. Меня зовут Эдуард Кичигин. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Всем чао-чао. Хорошей практики.